Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Душка. Я журналист. Сегодня у меня в гостях Владимир Молчанов, эксперт Причерноморского центра политических и социальных исследований. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Алексей. Сегодня будем говорить на такие темы. Зуб за зуб. Украина может нанести удары по российской нефтебазовой инфраструктуре. Россияне за мир в Украине. С чего бы это? А если бы у Путина получилось? Будем говорить тоже и на такую тему. И еще одна тема – это ИПСО, новая волна, Майдан-3, который задумал Кремль. Об этом мы будем говорить сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, это Блиц-интервью. Короткие вопросы, короткие ответы. Сейчас Блиц в такой форме. Зритель спрашивает, а считаете ли вы что? И вот дальше вопросы. И начинаем с первого вопроса. Считаете ли вы что Путин настоящий умер? Нет, я не считаю, потому что у меня нет оснований так считать пока что. То есть единственное, что можно считать достоверным, это то, что у него есть двойники. И он их использует активно. При этом никаких доказательств, кроме известного всем телеграм-канала и известного всем профессора, которые всего лишь говорят о своих словах, ничем их не подтверждая, пока что нет. Нет, и исходя из этого нужно, знаете, как презумпция невиновности есть, так и в нашем случае должна быть презумпция живости Путина. Понятно. Считаете ли вы, что переговоры Байдена и Си закончатся чем-то существенным по мироустройству? Вот не вот эти, а вообще переговоры? Нет, пока это невозможно. И оба из них прекрасно понимают. Си во многом считает Байдена хромоюткой в американской терминологии. Байден тоже считает Си недостаточно сильным партнером, оппонентом, просто потому, что проблемы Китая видны невооруженным глазом сейчас. И понятно, что у каждого из них, исходя из этих взаимных соображений, есть цитнот, дефицит времени и дефицит, соответственно, правильных решений, которые они могли бы принять. Поэтому они сейчас ни до чего не договорятся, просто будут тянуть время в ожидании, что оппонент, тире партнер, тире соперник, конкурент развалится раньше, поимеет проблемы раньше. Считаете ли вы, что выборы во время войны не нужны? Я так понимаю, идет речь о выборах в Украине. Естественно. Не то, что не нужны, они просто сейчас незаконны. И более того, вносить изменения, в том числе в конституционный закон, в часть конституции, опять же, во время военного положения невозможно. Считаете ли вы, что Украину ждет трудная зима? Я не думаю, что она будет хуже, труднее, чем была предыдущая зима. Просто потому, что при всем том дефиците помощи, все-таки ПВО у нас сейчас несравненно лучше, чем оно было прошлой зимой. Адаптированы в какой-то мере энерго-генерирующие мощности и энерго-распределяющие мощности, в том числе защищены от российских дронов, не говоря о ракетах. Поэтому, хотя трудности будут, но, скорее всего, они не будут чем-то из ряда вон выходящих по сравнению с уже привычной ситуацией прошлой зимой. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучивал ранее. Итак, зуб за зуб. Продолжение этой темы. Украина может нанести удары по российской нефтегазовой индустрии или инфраструктуре, если Россия продолжит массированные атаки на украинские энергетические объекты, заявил министр энергетики Украины. Возможно, может, если у нас есть подобные дроны. Но тут еще вопрос в наших союзниках. И вот это главный вопрос, кстати. Союзники действительно будут всячески препятствовать использованию поставленного вооружения по территории России. Вне территории России, то есть на оккупированной части Украины, практически глобальных объектов нефтяной и газовой инфраструктуры в России просто нет. То есть речь сейчас идет, естественно, о российских транзитных мощностях. Прежде всего, это нефтепровод «Друртба», который ведет на территорию Беларуси. Оттуда одна ветка через Украину идет. И ведет на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который сейчас является крупнейшим, в том числе и поставщиком для российской армии различных качественных видов топлива. То есть тут нельзя отнять, что белорусы все, что делают, они делают более качественно, чем россияне. Ну и, кроме того, естественно, речь идет о мощностях экспортных, прежде всего, в Новороссийске, а на перитамане. Это связано с экспортом как российской нефти, которая продолжается сейчас и продолжается весьма успешно для России, в отличие от газа, кстати. Также и экспорт казахстанской нефти, потому что Казахстан до сих пор не решил проблему диверсификации экспортных путей. Я вам так скажу, значит, это будет и Украина имеет достаточно средств поражения, как сухопутных, скажем, переработанные, переделанные ракеты, модернизированные С-200 с достаточной мощностью. В отличие от всех поставок нам американских и британских ракет, в общем-то, крайне недостаточных по своей мощности. То есть они достаточны для складов, например, с вооружением для вызывания детонации или для поражения военной техники. Но для поражения серьезных инфраструктурных объектов, таких как мосты или терминалы, их может просто не хватить мощности. Поэтому вполне нормальный вариант С-200. Ну и кроме того, о дронах. Если надводные дроны, так называемые малыши, они, в общем-то, очень уязвимы для стрелкового оружия, для пулеметов, для легкой артиллерии скорострельной, то не забывайте, что Украина уже разработала торпеды, классические торпеды, которые отличаются только дальноходностью. При этом они тоже на электрическом приводе работают, по крайней мере, на последнем этапе своего движения к цели. Поэтому практически против них у России нет сейчас инструментария никакого для того, чтобы их поразить. Поэтому ничто не мешает, в общем-то, зайти во все российские порты, в отличие от той же Новороссийской верно-морской базы. Например, нефтяной порт Новороссийский, это всем известная, уже пораженная однажды, нефтяная банка, нефтяная бочка, если угодно. То есть это способ, проведенный под водой нефтепровод, который выходит на большой буй. И с этого буя танкеры прямо в открытом море заправляются нефтью, потому что осадка тех танкеров, более 100 тысяч тонн, которые заходят в Черное море через Босфор, это Босфор Макс, так скажем, их объем, они просто не способны войти в имеющиеся в России нефтяные порты, поэтому загружаются вот таким вот способом. И поразить это в открытом море несложно, скажем так, при желании. И я думаю, что Украина это сделает, повода у нас будет достаточно. Подсуммировать все это дело, вот очень коротко. В Кремле запоют песню о том, что удар по нефтегазовой инфраструктуре, это национальная безопасность, мы сейчас как бахнем ядерным оружием и т.д. и т.п. Или уже настолько предупреждены Китаем, что и это будет только песня в словах Соловьева и его коллег? Помимо вот этого, скажем так, воя на болотах о ядерном ударе, будет также апелляция к глобальному югу о том, что такие удары не способствуют той помощи, якобы, которую Россия оказывает вот этим развивающимся странам. Россия за мир, россияне точнее, за мир с Украиной. Недавний опрос в России показал, что граждане Российской Федерации за мир с Украиной и против новой мобилизации. Мне вот интересно, они больше за мир или против мобилизации? Смотрим на возраст. Большинство лиц старшего поколения против мира с Украиной и за продолжение войны, причем именно вот не то, что победить Украину, а именно войны. Дальше, когда кому-то грозит уже мобилизация, лично кому-то, то он становится явно миролюбивее. Вот. И при этом, однако, все же большинство во всех возрастных группах свои критерии этого мира видят довольно людоедски. То есть мы видим, что либо это полная капитуляция Украины какая-то с ее полной оккупацией, там, демилитаризация и так далее, то есть весь этот набор штампов, который у них есть, либо же это по крайней мере, по меньшей мере, признание Украиной так называемых новых территорий. Тут опять же социологи не спросили, имеется ли в виду то, что Россия сейчас контролирует, или то, что она продекларировала, в том числе Херсон и Запорожье, а также остаток Донецкой области, которая сейчас под контролем Украины находится. Но я думаю, что тут уже для этих людей все зависит от реальной ситуации на фронте. Но в принципе абсолютное большинство тех, кто за мир, они за какой-то определенный русский мир. То есть они бы хотели, чтобы Путин или кто на его месте сейчас принимает решение, коллективный Путин условный, чтобы они принудили Украину и коллективный Запад к такой форме прекращения войны, при которой Россия с их точки зрения победит. Поэтому пока что это не является еще призывом к миру, это является просто, скажем так, не то чтобы желанием победить, это является желанием почувствовать свое превосходство, свою силу. При этом не умереть в Украине. Ну, естественно, естественно, да. При этом не умереть в Украине. То, с чего вы начали, то, с чего вы начали. Мы понимаем, что этот опросник, он в диктаторской стране, как Россия, но он с готовыми ответами и нужными Кремлю цифрами, может быть. Зачем вообще появилась эта информация? Для чего? Особенно перед выборами, которые вот в марте. Такое ощущение, что не все просто так. Нет, не все просто так. Все, но опять же, Россия рассчитывает во многом на Трампа. Россия рассчитывает даже не на победу Трампа, а на то, что в преддверии этой победы уже в следующем году весь коллективный Запад будет, так сказать, выстроиться самостоятельно в структуру такую, принуждение Украины к миру. На каких-либо приемлемых для России условиях. И вот эти приемлемые условия Россия выставит сначала, неприемлемые, естественно, требования, но потом через посредников они рассчитывают прийти к какому-то устраивающему их результату в виде, например, захвата тех территорий, на которых они уже и так, которые они уже контролируют. Может даже они согласятся что-то там разменять, потому что сейчас мы видим предпосылки к успехам на именно херсонском направлении, где если вооруженным силам Украины удастся, это будет важнейшая, наверное, победа в этой всей кампании 2023 года, если удастся овладеть лесами, то для России ситуация с возможным удержанием юго-западной части Херсонщины станет просто невозможной. И исходя из этого мы видим сейчас попытки России интенсифицировать наступление на востоке. То есть для России было бы, очевидно, таким минимально приемлемым вариантом захватить побольше территорий Донецкой области, оставив за собой какую-то часть Запорожской области, ну и при этом даже потеряв Херсонскую или часть Херсонской области, там еще есть, например, сухие русла каналов, по которым можно вполне долго держаться линию обороны, сохраняя при этом сухопутный коридор в Крым. Ну то есть вариантов есть много, и они на столе у тех группировок в России, которые, скажем так, тоже, как и в Европе, как и на Западе, есть противостояние, в каком виде нужно завершать войну. То есть они не зря, дыма без огня не бывают, там есть, естественно, вполне влиятельные силы, которые бы хотели завершить войну именно на любых условиях. А если бы у Путина получилось, давайте поговорим на эту тему. Что бы сделал дальше Путин, вот воодушевившись захватом условным Украины, кто дальше? Польша, страны Балтии, на них напали бы или шатали бы ситуацию в политическом поле изнутри, да? Да, референдумов требуя выборов. Или тоже с оружием побежали. Прежде всего Молдова. Затем, естественно, Грузия и Азербайджан. То есть вспомнили бы о своем союзе с Арменией, нашли бы повод. И в общем и целом, исходя из опыта войны с Украиной, наверное, прежде всего пытались бы политически посадить своих людей. Угрожая давя, я думаю, что во всех этих странах, перечисленных, а также и в Казахстане, сложились бы определенные представления среди элит. И очень быстро места во власти заняли бы те, на кого указал бы Кремль. То есть, извините, Молдова, Грузия, Азербайджан, потом Казахстан. Казахстан. То есть необязательно делать какие-то телодвижения с захватом территорий. Достаточно было бы посадить лояльных себе людей, которые бы легитимизировали или вновь легитимизировали российские войска, находящиеся там. Под шумок эти количество войск можно было бы даже увеличивать. Все это вызвало бы кризис, в том числе в НАТО. То есть мы увидели бы в Румынии, там, например, политический кризис, связанный с захватом России, фактически Молдовы. Также это вызвало бы усиление позиций и пророссийских нарративов в Венгрии и Словакии. То есть фактически Россия бы получила там внутри союзников, которые бы фактически заблокировали любую антироссийскую деятельность НАТО. Сейчас они этого не делают, но они это бы сделали. И таким образом снова на столе бы оказалась концепция гибридной войны, так долго разрабатываемая генералом Герасимовым. Человеком с очень интеллектуальным лицом, но тем не менее являющимся автором самой концепции гибридной войны. На самом деле даже не автором, а, скажем так, систематизатором этой концепции, потому что автором был на самом деле Адольф Гитлер этой концепции. Он ее успешно применял ранее. Ну и я думаю, что если бы у России получилось, и линия даже не фронта, а такого разграничения временного, установилась бы где-то по Збруч, например, и по Сокаль, где-нибудь на Южной Волыне, между Галичиной, которой они боятся просто, у них такой, знаете, против трех областей того, что называется у нас Галичиной. Вот страх, я не знаю, какой-то животный просто страх перед ними, и поэтому они бы ее, возможно, и не пытались бы захватить. Но всего остального было бы достаточно для того, чтобы дестабилизировать Запад дальше и не вступая в прямую войну, прямое нападение, в общем-то постепенно приходить к власти в различных западных странах. Что касается прямого, скажем так, прямой дестабилизации уже с помощью пятой колонны, то это, естественно, Латвия и Эстония. То есть все было бы очень-очень печально для Запада. Рано или поздно это, конечно, вылилось бы в неядерную, возможно, возможно, и в ядерную войну. Но они бы получили, как говорил Черчилль, войну и позор. Сначала позор, потом войну. Поэтому поражение Украины было бы для коллективного Запада уже, если бы это случилось в 22-м году, оно было бы просто очередной ступенькой к 1940-му году для Западной Европы. То есть раздел Польши... Пока что. Раздел Польши был бы? НАТО позволило бы? Нет, нет, нет. Сначала бы не было раздела Польши, был бы раздел Украины. То есть я думаю, что вопреки мнению НАТО, Венгрия оккупировала бы все Закарпатье. Ему обещано было, согласно имеющейся, пока что не акцентируемой информации, но намеки об этом были, в том числе от украинской разведки, о том, что обещано было все Закарпатье, в том числе. Для тех, кто нас смотрит, не зная, скажем так, глубокую географию, меньшая часть, примерно 15% территории Закарпатской области населена этническими венграми. Большинство населения там составляют этнические венгры. Вся остальная территория, как исторически, так и этнически, является украинской. Ну, там есть вкрапления, естественно, румынские, словацкие, но, тем не менее, основа все-таки идет Украина, также и Восточная Словакия, между прочим. Нынешняя, это тоже была когда-то Лунькиевщина, предгорная часть с юга Аскарпат. Но, в любом случае, сделав это, Венгрия заклала бы такой пакт с дьяволом. Венгрия стала бы таким себе тараном России против Европы. При этом, то, что правящая партия Фиде ведет в виде пропаганды, отрицая европейскую сущность венгерского народа и апеллируя к его некой туранской, азиатской, но это, кстати, они не первые в этом, азиатской природе, это все, при этом, кстати, подавая себя, как и два или не единственные защитники традиционного христианства. Новая волна ИПСО. С начала ноября в Украине пережила, наверное, самую масштабную, ну, после, конечно, полномасштабного вторжения, до полномасштабного вторжения ИПСО, там были и бунт залужного против Зеленского, эти дипфейки, и выпады в сторону вооруженных сил Украины. Теперь Кремль вроде как готовит операцию Майдан-3. На что эта спецоперация рассчитана? Никакого Майдана-3 Кремль, в принципе, не может готовить, потому что у него нету сейчас никакого влияния на правящие круги в Украине, нету никакого влияния на общественное мнение в Украине, непосредственного влияния, подчеркиваю. То есть они не могут сказать там какому-то агенту влияния, что теперь начни Майдан-3. То есть они могут действовать лишь непрямыми методами, такими как дестабилизация через мобилизационный страх, дестабилизация через неприязнь от других групп к другим, такими как скандал с Парион, например, ну или скандал с какими-нибудь ТЦК при попытке взятия очередного мобилизованного. То есть люди не соберутся на Майдан-3, потому что просто они там кого-то не любят или у них конфликт есть. Для этого нужна какая-то идея. Вот Майдан-2 был идеей, имел европейскую интеграцию. Сейчас какая может быть альтернативная европейская и вообще западная интеграция идея, которая бы народ вывела на Майдан? Нет такой идеи. Понятно. Давайте ответим на второй блиц. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. И фразу я подобрал все, которые зритель спрашивал таким образом. Без Украины. Без Украины Путин. Продолжите фразу. Должен был бы придумать другую Украину, потому что без Украины, если вот нет Украины как таковой, исчезает смысл для экспансии. А созданная Путиным современная Россия, она возможна в своем существовании только лишь как воюющая с врагами какая-то осажденная крепость. То есть если нет Украины, нужна другая Украина для того, чтобы был враг, который не просто словами, с которым борется Северная Корея, а с которым борется на деле, потому что Россия в ее застое, она как Северная Корея существовать не может, она просто развалится, потому что там есть множество точек конфликта внутри России, которые только ждут такого вот застоя для того, чтобы начать внутренний конфликт. То есть Россия и конфликт, это близнецы и братья, точнее не близнецы и братья, это взаимонеобходимые для существования друг друга категории. Поэтому если бы не Украина, то какая-то другая сакральная, я не знаю, на Беларусь пришлось бы напасть, наверное. Ну и потом нападать дальше, нападая и нападая и нападая. Потому что конфликт, война с Украиной в горячей стадии, она начата не потому, что какой-то там Медведчук убедил Путина, что его тут с цветами встретят. Нет, она начата потому, что Россия достигла такого предела, где без вот этой войны дальнейшее существование общества было невозможно. Без Украины именно Россия. Еще раз. Без Украины Россия, продолжите фразу, кто был Путин, а это Россия. Без Украины Россия на самом деле могла бы быть конгломератом вполне успешных и не очень успешных, но разных, то есть государств, как этнических, национальных, так и креольских, русского происхождения, которые бы вполне успешно могли бы интегрироваться в западный мир, в западную культуру без комплекса неполноценности, с одной стороны, с другой стороны, без каких-то излишних амбиций. То есть все могло бы быть нормально, но для этого нужно искоренить в себе комплекс величия. Украина – это один из факторов искоренения такого комплекса. То есть без Украины Россия уже неполноценно, осталось только ей осознать этот факт, что она не нуждается в этом вот комплексном величии империи. Без Украины простой гражданин Российской Федерации. Продолжите фразу. Нету там граждан. Там есть подданные и хозяева, бояре. Без Украины простой гражданин Российской Федерации вообще ничего бы не ощутил, не потерял, для него бы ничего не изменилось. Ну, это такая достаточно банальная истина, что простой российско-подданный, он всего лишь ресурс, человеческий ресурс для хозяев этой страны. Поэтому есть Украина или нет Украины, это всего лишь симулятор для того, чтобы вот это поддельное величие, ощущая, он не задавался вопросом, почему его, собственно говоря, так нагло грабят и держат в черном теле. и без Украины НАТО. Продолжите фразу. На самом деле, тут я уже скажу непопулярное мнение, что без Украины НАТО гораздо комфортнее, чем с Украиной было. Почему? Потому что НАТО, ну, если бы вообще все это не началось, загнивать, тихо загнивать, а НАТО это именно и делало последнее десятилетие своего существования, намного комфортнее, чем выходить из этой зоны комфорта. Украина выдрала НАТО, можно сказать, из зоны комфорта, и теперь НАТО до сих пор, НАТО, как совокупность народов и стран, переживает острый кризис до сих пор. Была иллюзия того, что НАТО там все поняли и начали, скажем так, вернулись к состоянию, в котором НАТО было в холодную войну. Но это иллюзия хотя бы потому, что НАТО и тогда не было однородным. Была Франция, которая вела себя примерно как Венгрия, нередко сейчас, вот, и во времена Деголи, и во времена Миттерана. Были другие, была та же Федеративная Республика Германия, как ни странно, которая тогда считалась чуть ли не там новым порождением неонацизма. Но на самом деле, если вспомнить канцлера Вилли Бранта, знаменитую карикатуру, как он смотрит в длинное-длинное искребленное дуло советского танка, говорит президенту Франции Жескар Дестену, вот, обычная нефтяная труба, почему от нее столько шума? То есть, ну, дуло танка в виде нефтяной трубы на конце. Вот, то есть, именно Вилли Брант в свое время начал создавать для Советского Союза условия вот этой энергетической сверхдержавности, энергетического штантажа, который Россия сполна воспользовалась. Началось это именно тогда. Поэтому без Украины НАТО спокойно бы себе загнивало, и рано или поздно оно бы стало жертвой. Жертвой как внутренних разногласий, так и, возможно, если не Россия, то Китай. Но если бы без Украины там не было бы российского агрессора, допустим, рано или поздно возник бы другой агрессор. Если не Китай, то условно коллективный арабский мир. Так или иначе, НАТО сейчас перед ним масса проблем и масса вызовов, не только украинских. Это вызов миграции, например, внутренней. Поэтому для НАТО сейчас нужно очень аккуратно действовать, не нарушая, с одной стороны, демократии, с другой стороны, не теряя себя, не теряя своего европейского западного естества и европейских западных ценностей. Владимир, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика. Хорошего вам дня и делаем все возможное для победы Украины. Спасибо. Будем стараться.